Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев и вы на канале Вуша Тайка. 16 января на совместном турнире Брейв и Крепости первый бой за три года проведет Константин Герохин. Если кто забыл, напоминаем, в 2015 году Герохин пришел в UFC с рекордом 9-1 и 8-ю победами нокаутами. Однако карьера там у него не сложилась. Сначала были два поражения, а затем дисквалификация из-за того, что в его организме нашли следы анаболиков. Константин попробовал перезапустить карьеру в ACB, но проиграл нокаутом Кори Хендриксу. В субботу Герохин сделает еще одну попытку красиво вернуться. Соперник Жиргалбек Чумонов. Ну а за несколько дней до боя Константин рассказал у Шатайка о карьере в UFC, тренировках с Федором Емельяненко и еще совсем молодом Марифе Пираеве. Приятного просмотра! Вы не дрались уже больше трех лет. То есть с декабря 2017 года. Что делали все это время? Что делал? Отдыхал, тренировался, восстанавливался. Что еще делать? Ну то есть не было такого, мол, все, я заканчивал карьеру, там знаете, как бывает. Да нет, в принципе, просто предложений нормальных не было. И плюс восстанавливался, тоже время нужно. А восстанавливались, то есть какие-то травмы были? Ну, последний бой, нокаут был жесткий, поэтому надо было восстановиться. Как говорится, ну, минимум полгода надо после таких вещей. Я вот просто не понимаю бойцов, которые выскакивают сразу же, там, через месяц после таких боев, там, после таких нокаутов. И, там, потом дальше у них просто продолжается серия из этих нокаутов. Вообще, ну, голова не восстанавливается, да и все. А расскажите для тех, кто не знает, кому повезло, кто не бывал в таких нокаутах, как нужно восстанавливаться после такого потрясения? Ну, во-первых, нужен вот именно период восстановительный, когда человек, можно сказать, не сотрясает свою голову, да. То есть, там, работать на мешках нельзя, в парах нельзя стоять, да, там, тренироваться. Ну, я думаю, больше, наверное, разминка, чем, нежели, там, бег даже тоже запрещен. Ну, там много таких показателей, которые нужно, как говорится, это все выполнять, на самом деле. Это рекомендации врачей, да, и плюс, ну, здравый смысл. Поэтому от человека зависит его здоровье, конечно. Если человек на это внимание, ну, этому вниманию не уделяет, да, и там сразу, ну, понимаю, там, внутри, конечно, что переворачивается. Конечно, хочется, там, отыграться, там, хочется дальше пойти. Если человек, там, в течение какого-то времени выскакивает, да, там, непродолжительно, там, не восстановился, то у него усугубляется эта травма, и получается, что он потом пробитым становится. Можно, можно, там, буквально от пощечины упасть, я не знаю, там, в такие моменты. Вы знаете таких бойцов, которые... Ну, да тут даже далеко он ходить не надо. Вот у Андрея Орловского, у него, там, ну, часто у него было такое, что он, там, ну, отлетал в такие, ну, гушники жесткие, и потом он через какой-то короткий промежуток времени выходил, опять бился, и то же самое происходило. Да, это много. Тут физиология человека, она у всех одинаковая. А, слушайте, а побочные эффекты есть какие-то от этого? Ну, я не знаю, ну, допустим. Ну, конечно, есть. Я думаю, я думаю, каждый... Вы знаете, есть такое понятие, как пробитый, да, там, ну, пробитый не в плане, там, на кресту, там, ударил, он тут пал, а именно пробитый, и в плане, там, там, троить начинает, там, или, я не знаю, там, что-то проезжает, там, ему говоришь, он, там, что-то не слышит, свое делает. А тут это, в принципе... Ну, да. Так что тут, тут, иногда, знаете, есть такое понятие, типа, да, он пробитый, там, боксер или, там, спортсмен, то есть, ну, оно просто так же тоже не складывается. У вас были какие-нибудь, не знаю, ну, допустим, на время там... Я не знаю, может, они, может, они и были, я же, я же этого не смогу рассказать, ну, как бы, то есть, со стороны виднее, это, наверное. Я-то, ну, мне, мне-то кажется, все нормально, я думаю, тем людям, которые тоже, там, проезжают, им тоже, наверное, кажется, там, все у них отлично, все хорошо, а на самом деле, там, для окружающих-то полный просто... Ну, раз уж вы заговорили о том поединке, на ваш взгляд, почему-то все получилось так быстро, тем более, как мне тогда казалось, что вы все-таки тогда были фаворитами того боя. Ну, понимаете, тут тяжелый вес, да, это встречный удар, плюс тут, ну, тоже, опять же, у меня был большой, простой, как бы, надо было выходить на менее, там, ну, как бы, тот противник, он шел, ну, как-то не только на пике, а на серии боев, там, нокаутов, побед, то есть, ну, и плюс тяжелый вес, это, как бы, тоже не секрет, на самом деле, когда... Вы сами понимаете, когда встречный удар, это дверь массы, сплюсовать, и вот получится, плюс скорость, все же физик узнают, масса у нас скорость равносит сила. Я смотрю, что вы сейчас везде, то есть, и в Стреле вы потренировались, и в Дагестан ездили на сбор, у вас там была фотка с Василевским, мы с Магой, по-моему, тоже, если не ошибаюсь. Не, мы с Магой не тренировались, мы с ним пересекались, он там в зале был, как бы, тренировался, как бы, Василевский тоже тренировался, ну, как бы, пообщались, конечно, ну, там, с одного вида спорта, поэтому все друг друга знаем, поэтому, как бы, тоже, приятные ребята, почему нет? Много времени в Дагестане, кстати, провели? Да нет, на самом деле, очень, ну, немного, там, ну, три недели, ну, я считаю, это немного, но на самом деле, там очень интересно, там, хорошие люди, отзывчивые, там, тренера тоже отличные, там, есть где побегать, там, горы у них шикарные, просто вообще, там, у них, ну, все то, что нужно для спорта, для ММА, для, вообще, для любого спорта, для бойцовского, у них все есть. А вообще, какое у вас сейчас основное место дислокации по тренировкам? Ну, я в Стреу, в Стреу езжу, там, спарринги хорошие, там, тяжей много тоже, получается, там, там, такие неплохие тяжи, как бы, приходится напрягаться очень сильно. Ну, что касается турниров по любителям, вы же участвуете по самбо, там, какие-то были соревнования от МВД? По боевому самбо, МВДшному, турнир проходит, там, чемпионат России, там, постоянно мы участвуем, там, проходит. Вы имеете в виду, какое-то отношение к МВД, получается? К МВД, конечно, имею. Если я там участвую, значит, я имею. Расскажите, какое. Какое? Да. Ну, давайте не будем на этот вопрос. Давайте перейдем к следующему. Блин, настолько все серьезно? Да нет, просто не о чем, понимаете, рассказывать, просто это, как бы, лишнее, я считаю. Мы же про спорт больше должны работать. Хорошо, нет, я-то от вас, конечно, я думал, что сейчас каким-то, какому-нибудь там, байку расскажете про службу в полиции. А, кого-то арестовывал, да? Да. Да нет, я, к сожалению, такими не отличаюсь. Бэтменом и не светит быть. Вы в МВД проверили свой первый профессиональный бой в 2012 году, в 29 лет, то есть, в принципе, для тяжа не очень поздно, но достаточно поздновато. Почему так вот? Да, просто захотелось попробовать, да и все. Я, как бы, понимаете, я никогда не относился, ну, как бы сказать, ну, к этим видам спорта, да, которыми я занимался как-то серьезно. Может быть, это и повлияло на то, что, как бы, у меня, там, никаких больших результатов нет. Просто мне нравится то, что я делал, да, вот, и я, как бы, этим занимаюсь. Если мне это нравится, не будет, я этим заниматься не буду. Вот, у меня был вот этот период, да, там, мне просто надоело это все, я просто не стал этим заниматься, вот, и все, понимаете? И, как бы, у меня нету такого, что, прям, там, что вот надо, вот этот. Мне, как бы, если мне это нравится, если я этим, ну, я этим не то, что живу, а, как бы, если мне удовольствие приносит это дело, я этим занимаюсь. Если мне это удовольствие не будет приносить, смысл этим делом заниматься. Помимо этих дел, есть еще очень много других. А какая у вас база, кстати, вообще? То есть, ваш базовый вид спорта? База бойцовская, да, вы имеете? Да, да. Ну, это бокс, я этого не скрываю. Я изначально, я боксом занимался с детства. Так что... Дошли, так скажем, до какого уровня в боксе? Мастер спорта. И до каких пор вы выступали? Последний бой у меня был в 2006 году по боксу. То есть, до этого? После этого, да, я уже не выступал. В профи вы не переходили? Ну, я пробовал. У меня был там один бой, получается, во Владивостоке. Один бой был. Ну, там, знаете, так, раньше все моменты, все так, ну, делались, как бы, сейчас, сейчас, это просто по телевидению все показывается. Раньше, что там, в казино, там, сводили, там, двоих боксеров, вот они рубились, пробитые перчатки, там, подсовывали им, короче, и, там, друг друга выстегивать, как может. Сейчас-то, мне кажется, более поинтереснее. С какими амбициями вышли в UFC в 2015 году? Да, у меня особо амбиции не было. У меня была просто цель, просто попасть, захотелось туда просто попасть, все. А там, понимаете, чтобы какие-то амбиции были, да, нужна команда. У меня этой команды никогда не было. Потому что команда должна, там, должен быть тренер, должен быть, там, я не знаю, там, менеджер хороший. Этого всего у меня не было. Спонсор хороший должен быть, который именно на самом деле вкладывает в тебя. Я всегда говорил, что спортсмен, это как гоночный Бали в Формулу-1. Если у него деньги не вкладываешь, он будет всегда приходить последним, вот и все. Так что, такие моменты. Но вы туда все же смогли попасть, потому что на тот момент там было только два тяжа расистских. То есть, это вы и Олексей Оленьев. У других там. Да, да. Ну и может быть, Шамия Абдурахимов, сейчас это надо мне еще перепроверить. Ну, будто попали, в общем. Все же. Да, пополнился. Шами, по-моему, тоже добыл. Добыл там. Уже был. А как удалось туда попасть, учитывая, что, как вы говорите, что с менеджером определенная проблема была? Ну, как оно происходит? Просто предложили, был интерес, хотелось, просто там, сказал, да, хочу, да, и все. Ну, как оно бывает обычно? Тут ничего сверхъестественного не бывает, там, понимаете, к вам, там, кламанги, вы там с небес не спускаются, с контактами не дают. Просто все зависит от вас, от ваших возможностей. А кто был вместе? Хотелось попробовать, попробовал. А кто был вместе с вами тогда, потому что вот эти вот ваши слова один в поле не воин? То есть, ну, все же кто-то же ведь был с вами? Ну, что значит, кто? Что значит, кто? Ну, как понять, вы имеете менеджер или что? Да, менеджер, то есть, ваш тренерский штаб. Кто предложил, кто предложил, да, Камил Гаджи их предложил, я это не секрет. Я же с Fight Night начинал это все, как бы, тут, понятное дело, если логически, ну, как бы, подумать, тут понятно, кто мог это предложить, да, и с кем можно было дальше пойти. Но, к сожалению, Камил, как-то мы с Камилом, не знаю, там, как-то не сработались в этом плане. У него, наверное, свои какие-то... Но у него, на самом деле, в тот период у него было сильное финансирование, и вот его промоушена, Fight Night, вы сами как раз понимаете, да, там, там, Зередин Магомедов, он вливал деньги большие очень в его промоушен. И просто у него не было интереса вести бойца в UFC, ему было интересно здесь, потому что здесь были деньги, вот все. А там, он не видел этого, вот все. Это же коммерция, вы сами как раз понимаете. Но, тем не менее, все же он не стал вас, так скажем, удерживать, а сообщил о наречении такой... Да нет, в этом плане, в этом плане, Камил, вообще, молодец, я как бы на него, у меня, я плохого ощущения, не могу сказать ничего. Просто он сказал, вот хочешь, да, вот давай вот с тобой подпишем, там, это, ну, вот, если... Все эти моменты, как бы, ну, ему респект большой в этом плане. Вот вам сборы какие-то в Америке кто-то пытался организовать? Тогда как раз-таки это было достаточно модно, можно так сказать. Нет, нет, никто. Никто. Я тут у себя в лесу тренировался. А кто вас, так сказать, готовый? Да я сам тренируюсь, я жгу, я сам, я сам... А вообще, то есть... Да, да, я сам, сам вот именно встал, побежал, себе план накидал, все сделал, все. То есть, сами разбирались? Да, да. Конечно, конечно, я сам все разбирал, сам смотрел. К сожалению, я не нашел себе тренера, который бы не мог подсказать, что-то, не знаю, что-то сделать. Со стороны хотя виднее, но... Мне кажется, это редкая история, во всяком случае, для UFC. Ну, возможно. Но она есть. Вспоминаете те бои вообще, то есть, насколько хорошо их все помните, с Пештой, с Гонзагой? Да, да, вспоминаю, конечно, вспоминаю. Ну, спешно, я живу, я очень сильно болел, я заболел гриппом. На самом деле, боя надо было отменять, я просто вышел, вообще, я там, я тренировался с температурой. С температурой? Да, 38 я тренировался. Ничего себе. То есть, это не непосредственно за несколько дней до боя? Ну, там, да, буквально там, за неделю. И как вам во время боя было вообще в таком состоянии? Ну, во время боя было тяжело. Ну, а что сделаешь, как бы тут? Тут это бой, когда бой идет, об этом не думаешь. Выступаешь все. А с Гонзагой я, ну, после первой серии себе палец, ну, вот так у меня оторвался немножко на левой руке. И как бы так сложновато было уже что-то одной рукой делать. Ну, пытался там, пытался там. Хай-кик пробить. Ну, очень, по-моему, такой хитрожопый немножко. Осторожничал он что-то. Если бы он зарубился, может быть, интереснее будет. Потом у вас была дисквалификация, что там произошло? Ну, то есть вы признаете, что там были какие-то запрещенные, скажем, препараты? Ну, понимаете, вот мы же спортсмены, да. У нас нету, в России нету, как сказать вам, докторов специальных, да. Мы спортивное питание покупаем. Мы же не знаем, что там в этом спортивном питании, правильно? У них же все там сертифицировано, понимаете? То есть у нас здесь всякий шлаг подают, короче. Ну, это Россия, понимаете? О чем можно вообще говорить? Там о каком-то там допинг-контроле, о чем-то еще. Здесь вообще нигде допинг-контроле не делают. Это изначально надо в любительском спорте уже это вводить. Здесь же никто это не делает. Посмотрите. Ну, нет, там делают где-то на чемпионатах России, возможно, опять же таки, выборочно. Ну, и то у нас это все как через хрустя рукава, как это называется. Ну, то есть, грубо говоря, вы просто что-то не знали. Ну, понимаете, чтобы там биться, да, там есть ЮСАДА, да, ЮСАДА, ВАДА, вот эти организации. У них там перечень запрещенных препаратов. Вы возьмите, если вам интересно, откройте страницу просто этого перечня запрещенных препаратов. Там есть как маски, ну, замаскировывают, да, которые вот эти все, там тот же фрусимид, который вот мощью, да, там, вот его тоже нельзя, там, много чего нельзя, там, понимаете? У нас, чтобы вообще вот на таком уровне биться, нужен врач. У нас этого нет. Если у меня тренера нет, то, как вы понимаете, о каком речь может идти о враче? Правильно. Ну, вот и все. Я жгу, у нас это просто, это Россия. Этим все сказано. Вы тренировались с Федором в 2015 году, получается, когда он только-только объявил об изобновлении. Какие впечатления тогда стали? А Федор и в целом от сборов в старом школе? Ну, спокойный человек, как бы, ну, как человек его характеризовать или как спортсмен? Как спортсмен. Как спортсмена? Очень-очень хороший спортсмен, высококлассный, хорошо дистанцию чувствует. Ну, трудолюбивый, вообще. Вот в этом плане он вообще молодец. Он постоянно, как бы, ну, мне кажется, один из первых в зале был. Ну, хотя ему можно было и последнего приходить. Ну, в этом плане у него дисциплина хорошая. Можно ли сказать, что впечатлил или на тот момент уже не особо впечатлял, так скажем, своим именно уровнем боевой подготовки? Не, ну, мне, конечно, было интересно, ну, как любому спортсмену, там, увидеть, кто такой Федор, да, и пообщаться с ним. Ну, как бы, да, впечатление было небольшое. Как бы, ну, религиозный человек, там, православный, как бы, тоже, как бы, отличный парень. Не знаю, что еще сказать. Ну, как спортсмен, мне кажется, высококлассный спортсмен. Это был единственный, кстати говоря, случай, когда вы к ним туда на сборы ездили? Да, да, это единственный случай был. Поехал, посмотрел, как они там тренируются. Еще обратил внимание, что у вас много было фоток с Марифом Пераевым, когда он был еще совсем молодой парень. То есть, я прям понимаю, что вы каким-то образом участвовали в его становлении как бойца ММА. Да нет, ну, какое я могу становление? Нет, просто Мариф отличный парень, мне приятно было с ним общаться. Хороший человек и, как бы, ну, приятный человек, да. И он, ну, вообще, хороший парень. Все. И просто, когда, ну, с человеком приятно общаться, беседовать, то, конечно, у нас там фотографии были совместные. Все. А так, у Мариф, я думаю, на него, на его становление больше повлиял Николай Анатольевич Елесин. Это, кстати, очень хороший тренер, поэтому, как бы, я думаю, он, кто в Fight Night находится, ну, или находился на тот момент, я думаю, он на них очень сильное влияние, как бы, свое тренерское оставил. На самом деле, очень квалифицированный специалист, тренер очень шикарный, поэтому, как бы, как бы, я только о нем, в самом наилучшем шуме. Ну, за нынешней карьерой Марифа следите, кстати, он сейчас, в принципе, шумит с попом и моих. А, вот этот попом и моих, да, и что там, как бы, у вас, да, в корпусе. Ну, так, смотрю, да, что там газует, интересно даже посмотреть. Такая история, это самый последний вопрос. Обнаружил себя в числе подписчиков, ушатаете, канал АЕ на Сарик. Если там пройти по ссылке, то открывается ваш профиль. То есть, это ваш канал, получается, про Александра Емельяненко? Да нет, я вообще даже не знаю, что такой канал существует. Серьезно, называется... Надо свой канал тоже открыть, чтобы он был. Не, не, я даже не знаю, от вас только в первый раз. Ну, вот, там есть ссылка на ВКонтакте, типа, по вопросам рекламы, там, обращайтесь. Если на нее кликнуть, то, в общем, открывается ваш профиль во ВКонтакте, Константина Ерохина. Я часто очень удивился. Да, да, да. Нет, на самом деле, у меня, у меня мой профиль, который, да, он у меня, я от него там, ну, потерял ВКонтакте, все, ну, ключи. И у меня его нет, я со всех этих соцсетей поудалялся, да, ну, это чисто просто, не знаю, находка для шпионов, все. Ну, кроме Инстаграма, само собой? Никому не свои там находить. Ну, в Инстаграм, да, можно, но, опять же, там, гео-локации, там, любой, где там сфотографировался, за тобой просто тотальная слежка идет, все просто. Ну, это просто, не знаю, сделано, ну, для особо людей, короче. Все, Константин, спасибо вам большое, что время уделили, рад, что вы возвращаетесь. Удачи вам в бою. Да. Дай бог, дай бог, спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!